Музыка Есть разные методы обращения с радиоактивными отходами. Я сначала и хотел сделать такую обзорную лекцию, а потом решил, что, собственно, незачем. Вы все пойдете в технический тур и все сами увидите, все, что у нас вообще есть. То есть у нас есть цементирование, есть остековывание, есть плазменная перенаботка, есть обычное сжигание твердых отходов. Ну и много других методов, которые позволяют, так сказать, надежно закопать эти радиоактивные отходы и исключить их воздействие на человека и окружающую среду. Ну или, по крайней мере, свести их в цепь. Надо сказать, что из методов переработки, ну методы переработки отходов, значит, жидких и твердых, они могут отличаться, а можно и перерабатывать их, так сказать, одним и тем же путем. И получая один и тот же конечный материал. Ну, как вы все знаете, в каком виде вообще находятся радиоактивные изотопы в природе? Они находятся в составе горных пород. Горные породы, как известно, могут быть кристаллическими, а могут быть и аморты. То есть имеются наряду с традиционными, так сказать, гранитами и тому подобными, там, геобазами, гамбро. Есть и аморфные, эти, вулканические стекла. Есть природные, так сказать, вот, ну, продукты воздействия, скажем, метеоритов на горные породы, где, так сказать, остекловывание, аморфизация произошли под действием высокой механической энергии, локального, значит, разогрева пород вместе, вместе контакта. То есть эти породы тоже существуют, и многие из них стабильны в течение сотен тысяч и даже, вообще, миллионов лет. И, с этой точки зрения, остекловывание является одним из наиболее таких лучших, скажем так, методов превращения отходов в твердую, стабильную форму. Остекловать можно и жидкие отходы, и твердые отходы. Потому что, что такое остекловывание, это плавление, в данном случае, радиоактивных отходов, в присутствии добавок, которые позволяют получать это самое остекловывание. Причем, в ряде случаев можно вообще не добавлять никаких добавок, а просто расплавить отходы. И после определенного режима охлаждения, они превращаются в стекловидную форму. Ну, начать всегда, как говорится, надо сначала. То есть, что такое стекло? Вот, согласно комиссии по терминологии Академии наук еще СССР, стекло называется все аморфные тела, получаемые путем переохлаждения и расплава, независимо от их химического состава и температурной области застывания, и обладающие в результате постепенного увеличения вязкости, свойствами механически твердых тел. Причем, процесс перехода из твердого состояния в стеклообразное должен быть обратимым. Это, так сказать, классическое определение стекла. На самом деле, сейчас известные аморфные тела и стекла, которые, ну, получаются не обязательно путем переохлаждения расплава, а, допустим, под действием потоков заряженных частиц, теплового удара, ну, сверхскоростного охлаждения, и не обязательно этот процесс перехода является обратимым. То есть, может этого и не быть. Дальше. Стекла, значит, если можно так разделить, бывают элементарные, то есть, которые состоят из одного элемента, и сложные. Сложные могут быть оксидные, неоксидные, то есть, галогенидные, там, халькогенидные, металлические. Ну, как правило, больше всего везде используются оксидные стекла. Это стекла и технического, строительного, типа для окна назначения оптические, ну, и в том числе стекла для радиоактивных отходов. Они, то, что используется для отходов, это стекла либо силикатные, то есть, на основе диоксида кремния, либо боросиликатные, то есть, из оксида бора, на основе оксида бора и оксида кремния, и алюмогелезо-фосфатные. Ну, алюмогелезо-фосфатные стекла используются только в одном месте, это на предприятии «Маяк». Может быть, здесь кто-то есть из «Маяка» или, кто знает, там, значит, у них работает установка, большая такая стекловаренная печь, в которой получается как раз алюмогелезо-фосфатное стекло. Ну, я не знаю, тут насколько хорошо видно, потому что все-таки, вот, к сожалению, свет так и падает, то есть, значит, все ионы, которые, из чего, собственно, состоят стекла, ну, они, то есть, из тех или иных оксидов, так сказать, первичные – это ионы. То есть, есть так называемые ионы сеткообразователей, это, значит, ионы, которые с кислородом образуют достаточно прочные связи при относительно небольшой величине координационного числа и малом ионном радиусе. Это бор, значит, трыр, который может быть в тройной или четверной координации, кремний, фосфор, ну, есть, конечно, и другие, но они в технологии стеклового неотхода не используются. Так называемые интермедиаты, которые облагают и сеткообразующими, и модифицирующими свойствами, ну, это алюминий, титан, свинец, значит, цирконий, железо, вот, и так называемые модификаторы, то есть, ионы с низкой прочности связи, металл-кислород, ну, ион-кислород, соответственно, довольно высокими координационными числами, обычно там от 6 и выше. Ну, и вот, я сказал, промежуточные вот эти оксиды, которые между теми и другими. И если посмотреть вот последнюю графу, там, где компоненты РАО, то оказывается, что Борг присутствует в ВВР-овских отходах, кремний, это, так сказать, основа загрязненных винтов, значит, фосфор тоже встречается в отходах, ну, это, в частности, трибутилфосфат отработанный, некоторые другие, значит, аллюминий, тоже есть в некоторых отходах от переработки, оят, значит, с определенным видом топлива, в частности, на маяке перерабатывают топливо, вот, в атомных подводных водах, значит, там есть такие, цирконий, это тоже продукт деления, который есть в отходах, вот, ну, и с модификаторов, значит, в основном это щелочные металлы, ну, цезий, естественно, это основной, цезий, стронций, это одни из основных продуктов деления, ну, и другие модификаторы, тоже, как правило, присутствуют в отходах, поэтому комбинации, часто различных типов отходов, значит, их можно перерабатывать совместно, что важно с экономической точки зрения, чем у нас сейчас все время учат, и на что обращают внимание, и при этом можно получить хорошего качества стекла. Ну, вот здесь, на этом слайде представлены основные, значит, структурообразующие единицы в стеклах, значит, они отличаются, как здесь можно видеть, по числу мостиковых связей, значит, либо 4, то есть это кварцеподобная структура, 3, 2, 1 и 0, это ортосиликаты, то есть они в стеклообразном состоянии не встречаются, остальные все так или иначе могут быть получены в виде стекол. Ну, вот, крайне слева сетка вот эта соответствует кварцевому стеклу, то есть это кристаллическому кварцу, в середине V это кварцевое стекло, здесь, видите, сохраняется только ближний порядок, дальний порядок отсутствует, и справа это, значит, уже силикатное стекло с модификаторами, вот крупные вот эти кружки заштрихованные, но в данном случае натрий, могут быть другие ионы, которые располагаются в пустотах структурной сетки. То есть вот здесь, вот в этой таблице, вот Fs, это так называемая степень связанности структурного каркаса, но это несколько другое, чем степень полимеризации, хотя они между собой, в общем, связаны. Вот для случая, значит, кварцевого стекла, этот параметр, он равен отношению числа ионов кремния к числу ионов кислорода, это, значит, трехмерная сетка, или, значит, соответствует каркасным кристаллическим силикатам. Для, вот, составов, диссиликатного состава, значит, степень связанности 0,4, это каркас непрерывный в двух измерениях, или слоистые силикаты, ну, типа слюд, допустим. Значит, метасиликаты, это, примерно, граница стеклообразования, значит, это цепи, кольца и тому подобное, значит, или цепочечные кольцевые силикаты. Ну, и ортосиликаты, это основа, это дискретный тетраэдр, они, это островные структуры, которые не образуют стекол, но для практических целей, вот этот параметр Fc может быть вычислен по вот этой формуле. Но это, надо сказать, что справедливо, в основном, только для силикатных стекол, поскольку и бор, и алюминий тоже могут образовывать сетки, поэтому там уже эта формула неприменима, там нужны особые поправки. Вот здесь, на этой таблице, на этом слайде, показаны области стеклообразования. Ну, слева, это классическая область стеклообразования в системе, значит, натрий-боросиликатный, и вот там показаны два, две области заштрихованные, ну, во-первых, вот B, это граница самого стеклообразования, то есть высокощелочные составы стекол не образуют. Там вот А, это вот область ликвации, то есть разделение жидкость-жидкость. И вот два там заштрихованных вот этих состава, это так называемые стекла Pyrex и Viper. Значит, эти стекла имеют важное практическое значение, и получаются они путем именно селективного выщелачивания вот такого натрий-боросиликатного стекла. То есть, фактически остается только кривизионный каркас, и они могут, ну, используются, допустим, в фильтрах, вот в химической посуде. И здесь, видите, какая связь между выщелачиванием стекл с радиоактивными отходами, нежелательное явление. А здесь это, так сказать, полезно. Ну и для того, чтобы как-то оценить, значит, структурное состояние бора, значит, одним китайцам была предложена вот такая довольно сложная формула, и по ней примерно можно оценить, где бор будет преимущественно трех, где преимущественно четырех координированных. Вот внизу, значит, дана таблица, из которой видно, что вот алюминий, но и с формулы тоже видно, как раз оказывает негативное влияние на переход бора из стороной в четверную координацию. А химически устойчивые стекла образуются именно тогда, когда бор четверной координации, то есть образует тетраэдр, бор О4, который встраивается в кривий кисломодные цели. Вот здесь можно видеть, допустим, значит, щелочно-алюмосиликатных стеклах. Вот алюминий тоже способен образовывать вот такие тетраэдрические единицы, встраиваться в кремно-кисловодные цепи и повышать степень связности структурного каркаса. Ну, аналогично там дальше я покажу и бор. Вот если алюминия много, то он образует уже шести координированные актеэдрические единицы и служит модификатором сетки, не улучшая, только ухудшая химическую устойчивость. Вот то, что касается боросиликатных стекол, значит, роли бора в стекле. То есть вот в кристаллическом оксиде бора существуют вот так называемые бороксольные кольца. Значит, если мы возьмем стекло состава бор-2О3, то вот образуются вот такие цепи из борокислородных треугольников. Если мы добавим туда модификатор, то кислород, который поставляется этим модификатором, идет на построение тетраэдров бор-О4 и таким образом степень связности повышается. И так она, то есть сначала образуются более полярные, боратные группы, вот, типа этих, и затем образуется уже общая сетка. Вот, как я сказал, кроме, значит, боросиликатных стекол, вот на предприятии МАЯК, значит, работают с алюбофосфатными стеколами. Вот здесь представлена область стеклообразования. Определено это в Институте физической химии, значит, уже давно. Ну и не так давно были, точнее, давно, но недавно снова было обращено внимание на железофосфатные стекла. Активно ими занимаются и в Соединенных Штатах, и в Китае, и в Великобритании. Вот определили область стеклообразования. Ну, у меня указка, к сожалению, не такой мощности, как вот сбивают самолеты, вот такой у меня нет, что-то видно. Вот, и здесь видно, что, в общем, эта область стеклообразования, она привыкает к вершине П2О5. Может быть, значит. Значит, аналогично тому, как в силикатных стеклах, ну, поскольку фосфор у нас пятивалентен, значит, одна связь двойная. На самом деле, там есть некие резонансы, все связи, в принципе, равноцердные. Вот для единиц, значит, так называемых трехсвязных, которые существуют в стекле состава пятиокиси фосфора, значит, все атомы кислорода и влеоны кислорода являются мостиковыми. Значит, если мы добавляем модификатор, то, соответственно, число этих мостиковых связей уменьшается. Ну, и примерно, значит, перофосфатный состав или между метафосфатным и перофосфатным, это где-то граница области стеклообразования. Ну, и ортофосфаты, естественно, стекол не образуют. И вот на этой диаграмме хорошо видно, как изменяется число структурных единиц с разной степенью связанности с увеличением мольного отношения, ну, с увеличением, грубо говоря, содержания модификатора. То есть трехсвязные единицы убывают, двухсвязные, значит, доля двухсвязных единиц сначала увеличивается, потом убывает. Значит, односвязных единиц то же самое, но с соответствующим запаздыванием. Ну, и, соответственно, нуль связанных единиц. И остается какое-то количество непореагировавшей щелочи, если есть какой-то избыток. Значит, какими методами изучают, в общем, структуру стекол? Ну, макроструктуру изучают обычно методом оптической микроскопии. То есть это миллиметровые, субмиллиметровые, ну, и микронные размеры. Микроструктура – это электронный микроскоп, рентгеновское угловое рассеяние, ну, или дифракция различных частиц электронов, протонов, нейтронов. Это наиболее, так сказать, тонкие методы. Вот здесь показаны оптические, примеры оптических изображений и, значит, электронно-микроскопических. Ну, вот однородное стекло выглядит вот так. Значит, если в стекле есть кристаллы, вот они, в данном случае это вот стекло, которое было получено по американскому контракту. Значит, здесь на заводе это делалось. Вот шпинель, вот эти белые кристаллы шпинеля, они распределены в этом стекле. Ну, и если этих кристаллов очень много, и в соответствии с тем, как стекло вытекает из плавителя, образуются вот такие слои, где чередуются слои опогащенные, обедненные шпинелью. Ну, и вот здесь, к сожалению, не очень хорошо видно. Ну, это я не знаю, почему, потому что в других местах было видно. Тут, на самом деле, такие, как бы, округлые образования в матрице стекла. Это вот ликвация, вот это фазовое разделение в сульфат-содержащем стекле, то есть там, где сульфаты выделяются, но еще не отделились в отдельный слой. Дальше, значит, что мы должны изучить? Строение анеонного мотива, значит, для этого используется так называемая инфракрасная спектроскопия, то есть спектроскопия в инфракрасном диапазоне, спектроскопия комбинационного рассеяния света, раманс спектроскопия есть. В результате, значит, мы можем идентифицировать связи в анеонном мотиве структуры стекла по характеристическим частотам. Ну, значит, из других методов, это электронный парамагнитный резонанс, это методы спиновых меток или радиационно индуцированных парамагнитных центров. То есть спиновая метка, это некий парамагнитный ион, который может либо присутствовать в стекле изначально, либо быть введен туда специально для того, чтобы, исходя из характера его окружения, можно было оценить, значит, структуру стекла. А радиационно индуцированные центры образуются при, ну, соответственно, облучении стекла различными видами излучения, патрингеновского, значит, гамма-излучения, если это в этом диапазоне, ну, или тяжелыми частицами, в том числе, допустим, за счет альфа-распада актинидов, то есть действия альфа-частиц и ядер отдачи. Ну, вот, что касается, значит, спектроскопии комбинационного рассеяния и ИК, то здесь, значит, количество полос и их положение зависят, ну, не только от природы иона, но и от локального окружения, то есть для неискаженного тетраэдра наблюдается наименьшее число колебаний, ну, вследствие вырождения, с понижением симметрии число колебаний увеличивается, и таким образом мы можем примерно, по крайней мере примерно, а иногда и точно определить локальное окружение тех или иных ионов в стекле. Вот примеры, значит, инфракрасных и рамановских спектров. Соответственно, вот здесь показана зависимость, значит, ну, как бы, структовый стекла от содержания отходов, для стекла с имитатором отходов, значит, поломаяк, то есть здесь вот особенно хорошо видно, вот в этой области появляются дополнительные полосы, значит, вот колебаний связи железа кислорода, и вследствие снятия вырождения с деформационных колебаний при понижении симметрии, значит, вот этих самых структурообразующих узлов. Ну и вот то же самое рамановские спектры. Здесь в определенной мере можно получить больше информации, поскольку легче эти спектры разложить на компьютере, на составляющие, и тоже определить, из каких группировок состоит, собственно, структура этого стекла. И вот парамагнитный резонанс, значит. Здесь вот тоже речь идет о различных типах стекла, в данном случае сульфат содержащего. Вот стекло, которое вверху не содержит сульфата, это чистый, значит, в результате облучения стекла гамма-лучами образуется вот такой дублет, который здесь вот представлен примерно, значит, разница, разность между компонентами этого дублета, это называется константа сверхтонкого взаимодействия, она, значит, составляет порядка 4 мили Тесла, и это типичный, значит, дублет от иона-радикала ПО4-2-. То есть здесь, в данном стекле, большая доля порта групп, значит, ПО4. Вот если мы увеличиваем содержание серы, то вот здесь образуется между компонентами дублета такой слабенький сигнал, но путем компьютерной обработки его можно выделить. У меня батарейка, наверное, села. Ну вот нижний спектр, вот с трехосной анизотропией G-фактора, это... То есть вот в данном случае можно видеть, что образуется не только, значит, сульфат, содержащий стеклах, образуется также и ионы-радикалы СО4-. То есть существуют изолированные сульфаты ионы, которые при действии излучения образуют вот такие ионы-радикалы. И на основании этого, вот внизу там даны уравнения, можно сделать определенные выводы о строении анеонного мотива стекла. Дальше, значит, это мы, так сказать, изучаем анеонный мотив стекла. И локальное, собственно говоря, состояние самих элементов. То есть здесь есть несколько методов, которые можно определить. Валентность, координационное число элемента в данном, значит, стекле, ну и его, так сказать, локальное окружение. Это вот рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, рентгеноабсорбционная спектроскопия, значит, в околопороговой и запороговой областях. Эффект Месс-Бауэра для, значит, некоторых определенных ядер. Вот. И, значит, то же самое электронный парамагнитный резонанс ионов с незаполненными электронными оболочками. Ну и ядерный магнитный резонанс для тех ядер, которые, значит, имеют ненулевой ядерный спектр. Дальше. Вот примеры здесь приведены для, значит, кислорода, гафния, лантана, плутония, неодима, значит, в одном из стекол для иммобилизации плутонии. Да, мы и этим занимались. Как это, значит, не странно. Вот. То есть, как говорилось, радон может все. В том числе и такие вещи есть. Из этого мы, значит, здесь, ну, нашли, во-первых, что, ну, понятно, что гафния, лантана, там, неодима, они всегда, значит, трехвалентные. Ну, вот плутоний, значит, может быть и трех, что, и трех, и четырехвалентных. Ну, может быть и более высокая валентность, но в стеклах она не встречается. Вот еще тут и, кстати, и уран тоже. Нашли, что он может быть и шести, и пяти, и четырехвалентным из анализа вот этих спектров. Ну, вот здесь вот приведен сначала вот типичный спектр поглощения, рентгеновского поглощения элемента. То есть, вот эта левая часть, так называемая, околопороговая, X-ray absorption, near edge structure. Вот. И удаленная вот эта extended X-ray absorption, five structure. Вот ближняя часть несет информацию, главным образом, о валентности элемента. Дальняя часть о, значит, координационном числе и межатонных расстояниях. Ну, обычно используются какие-то стандарты для того, чтобы сравнивать, значит, спектры. Вот справа вверху, там вот отдельно приведены, значит, спектр плутоний 2O3 и плутоний O2. И что получается в результате, так сказать, в стеклах, значит, в свежем стекле существует в основном четырехвалентный плутоний, а дальше край поглощения сдвигается, значит, в сторону больших энергий, показывая, что постепенно идет окисление этого плутония. И через два года уже есть определенная часть пяти, а может быть, даже и шестивалентного плутония в этих стеклах. И вот внизу результаты анализа уже экзавспекторов. Первая сфера плутония расщеплена на две, то есть координационный полиэдр плутония определенным образом искажен. Есть, так сказать, некие экваториальные и аксиальные атомы. Ну, то есть он может быть либо в тетраэдрическом, либо в актаэдрическом состоянии. Или, соответственно, пентагональной пирамидой, где один атом как бы утоплен внутрь этой пирамиды. Что касается, значит, парамагнитного резонанса, то здесь определяется, значит, геофактор, так называемый, форма линии и, значит, его симметрия, интенсивность и ширина линии, и наличие сверхтонкой или суперсверхтонкой структуры, ну и, соответственно, константы, значит, этих структур. Вот некоторые практические, так сказать, следствия. Ну, я и заканчиваю. Здесь, значит, вот что мы видим. Мы видим два мощных сигнала. Один, значит, в низких полях, другой в высоких. Вот тот сигнал, который в низких полях, он принадлежит, в основном, значит, оба относятся к трехвалентному железу, поскольку двухвалентное, ну, и не парамагнитное. Значит, то, что в низких полях, это тетраэдрическая координация железа, в высоких полях – актаэдрическая. И вот, допустим, на правой, значит, в одном случае мы видим, что у нас соотношение четырех и шести координированного железа изменяется в пользу четырех координированного, а в другом, вот, в стеклах с зольным остатком, значит, в сторону как раз в шести координированного железа. И после облучения, вот там появляется сигнал от радиационно-индуцированных центров, это кремни-кислородные центры, которые позволяют нам определить, в каком виде, значит, ну, в каком виде кремни существует в этих стеклах. Ну, и вот здесь вот тоже некоторые, значит, практические применения. Это вот одно, это стеклокерамика на основе сфена, которая в свое время тоже нами разрабатывалась. И здесь хорошо видно, что вот верхний спектр это общий, а дальше вот эта шестикомпонентная структура принадлежит ионам марганец, 2+, они в основном вот присутствуют в кристаллической фазе, значит, стеклофаза больше обогащена железом, там, соответственно, марганца меньше. Ну, и вот последний, наверное, слайд, это вот ядерный магнитный резонанс. Здесь вот приведена серия спектров, это из классических работ Брея с авторами, где видно, что одна линия убывает по интенсивности, вот слева в центре возрастает, вот слева это трехкоординированный борс, в центре четырехкоординированный. Соответственно, с увеличением содержания щелочи, доля четырехкоординированного бора возрастает. И вот важный график внизу, справа, показывающий, что доля четырехкоординированного бора возрастает с увеличением содержания иономодификатора, ну, и в данном случае оксида натрия, и также, в данном случае, с увеличением содержания хремизиома. Вот из этого следует весьма такой важный вывод, что стекла для радиоактивных отходов, чтобы они были химически устойчивыми, должны иметь там, ну, минимум, скажем, 50% хремизиома, и соотношение, значит, щелочей к бору, ну, где-то не меньше двух-трех, значит. Вот наши стекла, которые используются в радоне, они, значит, так и разработаны. Ну, кажется, это все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ